День памяти героев небесной сотни по всей Украине вспоминают события Евромайдана, чего требуют активисты спустя 4 года. Деньги назад. Почему Брюссель закрыл проекты по обустройству украинской границы? И стоит ли рассчитывать Киеву на финансовую поддержку в будущем? Газопровод раскола. Почему немецкие политики призывают отказаться от строительства Северного потока-2? В Украине чтут память героев небесной сотни. Именно в этот день 2014 противостояние между активистами и силовиками закончилось массовыми расстрелами. От пули снайперов тогда погибли 47 евромайдановцев. Несколько сотен человек получили ранения. Все эти кровавые события произошли в правительственном квартале на улице Институтской. И сегодня почтить память погибших на Майдане. Приехали их родственники со всей Украины. Подробности в материале Богдана Вербицкого. Я думаю, что все грати мы свиньи вынесем. И вы будете ближе к людей. Особенно матери вынесут. Вас свиньи всех. В столице день памяти героев небесной сотни начался с акции протеста у здания высшей квалификационной комиссии судей. Родственники погибших на Майдане требуют наказать тех служителей Фемиды, которые во время революции достоинства выносили незаконные приговоры участникам Евромайдана. Мы не сдамо наших мрей наших детей. Вы пришли на наши крови. И мы просим вас, чтобы вы сделали эту справедливость в этой стране. Семьи погибших уже 4 года. Пишут в комиссию заявление о несправедливых решениях судей во время Майдана. Просят проверить деятельность скандальных служителей Фемиды. Но тщетно. И только 15% было, увага, не покарано, не посаджено в тюрьму, а просто звільнено. Все остальные залишились на своих посадках и навіть пошли на подвищение. В комиссии судей признают, проблема есть. Недобросовестных коллег они отстраняют. Но те восстанавливаются через районные суды. Для нас так само решение судей национальных и обовязковых. Они имеют силу закону, если они набили статус решения, который имеет законную силу. После пикета родственники погибших отправились в Михайловский собор на молебень. Во время революции достоинства храм был главным убежищем активистов от тетушек и беркута. Продолжили молебень на месте расстрелов активистов на улице Институтской. Священнослужители осветили место, где будет строиться мемориал памяти героев Небесной сотни. Но для семей погибших важно не только это. Они настаивают, необходимо найти виновных в убийствах. Владимир Голоднюк во время революции достоинства потерял сына Устина. Он погиб от пули снайпера 20 февраля. Ему было всего 19. Вспоминали погибших на Институтской не только в столице. В Ивано-Франковске почтили память Романа Гурика. Его жизнь оборвалась 20 февраля. На Майдан Роман поехал прямо из университета. У моей дитини нет мамы, внука. Видели, в кого стреляют. Видели, что парень еще не под вузом, а его нужно убить на смерть. А в Днепропетровской области почтили память первого убитого на Майдане. Сергей Нигоян погиб 22 января 2014. Каждый год односельчане приходят на его могилу. На улице Институтской, где произошла трагедия 20 февраля, люди приносят изображения белых ангелов. Мы их помним, и они будут всегда рядом с нами. Богдан Вербицкий, Елена Миндалюк, Владимир Самченко, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер. Почтил память погибших героев Небесной Сотни и президент Петр Порошенко с супругой приняли участие в молебне в Михайловском соборе. После окончания панихиды вместе с патриархом Филаретом Порошенко зажег лампадку у символического панно, а позже пообщался с родственниками погибших. А премьер-министр и спикер возложили цветы на месте, где планируется построить мемориал. Там же Владимир Грозьман и Андрей Порубий зажгли лампадку в память о героях Небесной Сотни. Генеральный прокурор Украины Юрий Лысенко обещает, что уже в этом году начнутся заочные судебные процессы над руководителями государства времен Януковича. В частности идет речь также об экс-премьере Николая Азареве, экс-главе МВД Виталии Захарченко, экс-главе СБУ Александре Якименко. По ним уже есть разрешение суда на заочный процесс. Юрий Лысенко заявил об этом журналистам после встречи с семьями героев Небесной Сотни. Также генпрокурор сообщил о начале суда над силовиками, которые непосредственно исполняли приказы стрелять в активистов. Мы планируем начать аналогичный процесс по тем, кто отдавал наказ стрелять в мирных демонстрациях на Майдане. Сейчас заканчивается экспертиза, которая должна поставить крапку в досудовом следствии. 300 томов доказательств плюс экспертиза может стать подставой для чергового обвинувального акта и подальшего розгляда уже протягом всего года. Также Юрий Лысенко сообщил, что ГПУ намерено уже в этом году передать в суд дела экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. По словам генпрокурора, это будут заочные процессы. Кроме того, в ближайшее время суд может разрешить заочное расследование против бизнесмена Сергея Курченко. Евросоюз закрыл проекты по модернизации шести пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной. Деньги на них выделили еще в 2014, но до конца 2017-го ни на одном из объектов ремонт не был завершен. Что помешало и почему Брюссель решил отказаться от своей инициативы, расскажет Елена Абрамович. Украина не успевает осваивать выделенные деньги. Это замечание звучит то из уст евродепутатов, то еврочиновников еще с 2015-го. На фоне аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, а также в свете подписания соглашения об ассоциации, Брюссель запустил множество проектов помощи Украине. Один из них – модернизация шести украинских КПП на восточной границе Евросоюза, чтобы процессы на таможне были более прозрачными. На это Брюссель выделил почти 30 миллионов евро. Но прошло больше трех лет и ни один объект не завершили. Поэтому ЕС решил свернуть программу и вернуть неиспользованные деньги. Причина – коррупция. Ряд задержек, ошибок, а местами и перерасход средств с участием местных чиновников и подрядчиков. В государственной фискальной службе журналистам все объяснили сменой персонала внутри организации и длительностью процедур оформления контрактов. Тем временем один из подрядчиков обвинил украинских и европейских чиновников, якобы те препятствовали завершению работ на двух КПП на румынской границе. Впрочем, отказались в Брюсселе не только от этой пограничной инициативы. Просить деньги из казны Евросоюза собиралась Польша на строительство забора на своей восточной границе с Украиной и Белоруссией. Барьер хотели возвести для защиты от миграции диких кабанов, которые могут распространять вирус африканской чумы. В Брюсселе идею назвали сомнительной, учитывая соотношение стоимости и пользы. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В то же время Государственная фискальная служба на своей странице в Фейсбуке сообщила, информация о прекращении финансирования международных проектов на украинской границе некорректна. И в ГФС об этом ничего не знают. Газ для населения может подорожать уже в апреле. Об этом со ссылкой на свои источники пишет интернет-издание «Украинские новыны». Кабмин предлагает МВФ увеличить цену голубого топлива ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет. То есть резкого скачка не будет. Но арифметика такова, что уже к октябрю следующего года расценки увеличатся примерно на 16%. Вместе с тем правительство разработало план по переходу к рыночной стоимости топлива. Есть два варианта. И оба предусматривают сократить на четверть количество тех, кто получает субсидии. Но только в том случае, если и потребители, и теплокоммунэнерго будут использовать сугубо украинский газ. Ранее, напомню, правительство обещали, что цена на топливо в этом отопительном сезоне расти не будет. Нет Северному потоку-2. Немецкие депутаты выступают против строительства второй ветки газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Кто подписал открытое обращение и как реагирует официальный Берлин? Знает Татьяна Лугунова. Проект, который угрожает солидарности ЕС. Немецкие политики призывают отказаться от строительства газопровода Северный поток-2. Открытое письмо подписала группа депутатов Бундестага и Европарламента. И опубликовала его на страницах влиятельных немецких изданий. Под обращением всем фамилий, все подписанты, авторитетные представители четырех немецких партий. Это ХДС, ХСС, Зеленые и Свободные либералы. Логика авторов проста. Против строительства газопровода выступают ряд европейских государств. В частности, страны Балтии, Польша, Словакия, Дания, Швеция и Украина. А значит, реализация этого проекта может привести к расколу в ЕС. Дескать, у партнеров по Евросоюзу может сложиться впечатление, что немцы и россияне договариваются через их головы. Официальный Берлин это обращение пока не комментировал, но позиция правительства известна. Германия рассматривает Северный поток-2 исключительно как бизнес-проект. Об этом несколько дней назад заявила канцлер Ангела Меркель после встречи с польским коллегой Матеушем Моровецким. И добавила, он не угрожает диверсификации энергоснабжения ЕС. Подобную позицию не раз высказывал и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Завтра Северный поток-2 планируют обсудить и в Брюсселе, правда косвенно. Профильный комитет Европарламента рассмотрит предложение Еврокомиссии внести поправки в энергетическое законодательство ЕС. Так, чтобы его нормы распространялись и на газопроводы, по которым голубое топливо поступает в Евросоюз из третьих стран. А это может существенно усложнить реализацию проекта, старт которого намечен на лето этого года. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. На Донбассе снова потери. Один украинский военный погиб, трое ранены. Боевики по-прежнему ведут огонь из орудий запрещенных калибров. Сегодня днем обстреливали из миномета в позиции возле Троицкого. В ход пошли также бронетехникам. Еще одна горячая точка на Луганском направлении. Это Крымская. Под Донецком было неспокойно в Песках. Там тоже грохотали минометы противника. Антитеррористическая операция завершилась. Об этом заявил президент Петр Порошенко, подписывая закон о реинтеграции Донбасса. На заседании военного кабинета он поручил командованию армии подготовить варианты по новому формату АТО. Министр обороны и начальник генштаба должны будут предложить кандидатуру командующего объединенными силами и новую стратегию. Времени у них до 1 апреля. Впрочем, президент подчеркнул, что Украина по-прежнему выступает за мирное решение конфликта. Этот закон обеспечивает правовый механизм, в том числе и политико-дипломатичным шляхом, повернение этих территорий. Одночас я хочу наголосить, что этот закон аж никак не порушает никаких международных обязанностей Украины. Так, Павел Антитеррорист, включая и минские договоренности. Как это хочет представить сейчас Российская Федерация, выравдовывая свое небожание, отвертый саботаж имплементации минских договоренностей. Стрельба в селе Залесье под Киевом. Участник АТО открыл огонь по своим соседям из автомата Калашникова, а потом забросал гранатами. Что произошло и откуда такой арсенал? Все детали в материале. 53-летний мужчина поссорился со своим соседом. После этого пошел к себе домой, взял автомат, гранаты и револьвер. С этим арсеналом вышел на улицу и открыл огонь по соседской усадьбе. Был конфликт с соседом, в биг которого он провел несколько поселев с автоматом Калашникова, который сейчас получает следствие противной группы, так кинув две гранаты в подверье своего соседа. На место происшествия жители Залесья вызвали патрульных, но сдаваться правоохранителям злоумышленник и не думал. Он начал стрелять из револьвера и бросил в полицейских гранату. Патрульные успели укрыться, а преступник попытался угнать их служебный автомобиль. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. В дальнейшем было открыто огонь на уражение, правопорушник сховался за службовым автомобилем и пытался втекти. Догнавши правопорушника, который не умел рушить из места на службовом автомобиле, его было затримано. Соседа с женой доставили в больницу с осколочными ранениями. Состояние мужчины тяжелое. В отношении стрелка открыли несколько уголовных дел. Ему грозит до 15 лет заключения. Игорь Левинок, подробности, телеканал Интер. Активисты заподозрили судей Киевского апелляционного хозяйственного суда в причастности к коррупционным схемам. Накануне судебного заседания по соевому предприятию Каховка Протеин Агра общественники получили доказательства того, что судьи пошли на сговор со стороной, которая пытается захватить завод. Поэтому перед слушанием митингующие провели акцию у стен Киевского апелляционного хозсуда. Как развивались события, далее в материале. Киевский апелляционный суд столицы. С утра под его стенами собрались несколько десятков активистов. С плакатами в руках митингующие утверждают, пришли проконтролировать судей, которые были замечены в коррупционных махинациях. Нам стало известно, что определенные суды Киевского апелляционного хозяйственного суду занимаются коррупцией. У нас есть определенные документы по этому, подтверждение, которые мы уже должны занести в НАБУ и ГПУ. Проте мы узнали буквально за несколько дней до сегодняшнего акции, что именно сегодня тут приходит заседание, по которому конкретно у нас информация, что суды взяли хабарит. А это другой митинг, по всей видимости, проплаченный представителями компании, которая пытается всячески завладеть соевым заводом. Непонятной внешности люди отказываются от общения. Попросил мне на камеру, можно? Здесь акция проходит. Мы хотим узнать, что акция пришли? Я не хочу, чтобы не снимали. Без комментариев. А вы зачем сюда пришли? Я постоять, свежим воздухом подышать. Александр мастер на заводе Каховка Протеин Агра. Работает с 2009 года. Говорит в курсе всех событий, особенно последних. Напомню, в конце января на заводе с обыском побывал следователь ГПУ Александр Буковчанник. Он вынес постановление, что на период судебного следствия территорию предприятия будет охранять компания Каховка Пром Агра. Это бывший владелец, который из-за миллионных долгов перед банком утратил право собственности и в 2011 году начал процесс банкротства. Вследствие действий следователя ГПУ, проходную и часть админздания на заводе захватили неизвестные люди в балаклавах, спортивных штанах и с палками в руках, которые по договору должны были заниматься уборкой снега, но не охранять территорию. Спустя время захватчики устроили конфликт с действующей охраной завода, применив биты, холодное оружие и огнестрел. Независимые юристы, ознакомившись с материалами судебных решений, заявили, следователь ГПУ превысил свои полномочия и взял на себя функцию суда. Исходя из этих событий, утверждают сотрудники завода, они приехали посмотреть на ход этого судебного заседания. Пришли поболеть, мы с предприятия Каховка, Протеин Агро, с новой Каховки приехали, сегодня утром только. Завод должен работать, предприятие высокоретабельное, оно должно работать, приносить не только нам зарплату, но и прибыль к городу. Но само заседание длилось не дольше 15 минут. Судьи рассмотрели одно ходатайство и объявили перерыв на неопределенное время. Эту коллегию судей юристы компании Каховка Протеин Агро подозревают в сговоре с оппонентами. По имеющейся информации, техническим исполнителем захвата фабрики называют адвоката Андрея Богдана. Ранее журналисты сообщили, что в 2013-14 годах юрист был доверенным лицом Николая Азарова. Неоднократно Богдан давил на судей различных судов с требованиями решать судьбу недвижимого имущества в интересах экс-премьера. Представители соевого завода не исключают, что оппоненты воспользовались этой схемой решения судебных вопросов, поэтому внесли ходатайство о смене коллегии судей. Связано с сопротивлением, что эти суды, суди заангажированы в принятие определенного решения. Опять же, мы видели, что все эти действия, захват этого завода, скажем так, начали с того, что было постановление прокурора и зимпрокуратуры, который после этого же постановления, которое выдал на месте, ушел сразу же в отпуск. И возникает очень много вопросов из-за этого, что все это действует преднамеренно, спланированно, и все как бы приведет к одному, что завод приведет, скажем так, к незаконным собственникам. Мы продолжаем следить за судебным процессом в деле о соевом заводе. В свою очередь, активисты намерены провести еще несколько акций и проконтролировать судей, которые, по их мнению, причастны к коррупционным схемам. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. А вот досудебное расследование так называемого янтарного дела, где фигурируют другие нардепы, Борислав Розенблат и Максим Поляков, уже завершено. Об этом сообщает в пресс-службе НАБУ. Защита может изучать материалы следствия. Подозреваемых в этой истории, напомню, шестеро. В частности, народным избранникам инкриминируют получение неправомерной выгоды, а вот их помощников и доверенных лиц подозревают в лоббировании интереса к частной иностранной компании, заинтересованной в добычу янтаря. По данным следствия, доверенные лица нардепов получили взятку более 300 тысяч долларов. Деньги якобы давались за подготовку нужных законопроектов. Новая подробность роскошных путешествий двупаспортного нардепа Вадима Рабиновича. Журналисты утверждают, на прошлой неделе политик, который в прямом эфире клялся, что у него только лысина и не гроша, летал в Женеву на частном самолете. И стоило это 19 тысяч евро. Вернулся в это воскресенье и не один с кем. Об этом далее в материале. Почти полтора миллиона гривен за перелет в Женеву и назад. Именно столько, по данным блогера Сергея Наумовича, стоила аренда частных самолетов этому украинскому нардепу, такому себе защитнику вкладчиков и обездоленных бабушек Вадиму Рабиновичу. Блогер утверждает, еще в прошлый понедельник депутат улетел из Киева в Женеву не лоукостом и даже нерегулярным рейсом, а чартерным самолетом. Борт UYPZM вылетел 12 февраля в 16.10 из аэропорта Жуляны. А уже через три часа приземлился в Женеве. На борту, по данным Наумовича, были три пассажира. Рабинович и еще двое. Один из них некто Александр Зигман. Борт принадлежит сербской компании AirPink. Стоимость такого перелета около 19 тысяч евро, то есть 650 тысяч гривен. Катался на лыжах или, возможно, ходил в гости к кому-то из украинских олигархов. Что делал Рабинович в Швейцарии, это отдельная история. Вернулся же нардеп лишь в это воскресенье на более дорогом чартере румынской компании Toy Aviation. Уже за 24 тысячи евро. И уже в компании двух граждан Испании и гражданки Молдавии. А также гражданина Российской Федерации. По каким делам и к кому летал в Женеву этот украинский нардеп с израильским паспортом и почему в такой компании? На эти вопросы будут даны ответы в дальнейших журналистских расследованиях. А пока что будем ждать, как кому и когда нардеп Рабинович пояснит происхождение миллионов гривен, потраченных не только на эти, но и на другие перелеты. Не у бабушек же в вязаных беретах он их наколядовал. Антикоррупционный суд нужен в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр на конференции международной встречи высокого уровня по вопросам реформ в Украине. Владимир Гройсман уверен, что именно этот суд должен поставить точку в разговорах о коррупции в нашей стране. А спикер парламента сообщил, что внесение законопроектов в повестку Дня Рады будет первым на следующей пленарной неделе. В конференции приняли участие также послы, дипломаты и иностранные чиновники. Все они интересовались ходом реформ и премьер заверил, преобразование продолжит. Из пяти зазначенных приоритетов, четыре нашему уряду, в связи с парламентом, удалось реализовать. Мы изменили пенсионную систему. И теперь, от этого года, пенсионная система будет работать таким образом, чтобы восстановить справедливость по отношению к украинским пенсионерам. Мы изменили систему охраны и охраны здоровья. Это означает только единственное, что мы открыли возможности, поводовая новой системы охраны здоровья, новой системы охраны. Как следует, это будет совсем другая качество жизни украинских граждан. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Асфальт закончился. Какие испытания подстерегают водителя на трассе Черкассы Смело и как по ней доехать? Не поняли друг друга, из-за чего во Львове водители маршруток и местные депутаты едва не устроили кулачные бои. Молчаливый протест. Спецназовцы устроили акцию возле Шевченковского райсуда в Киеве. Выстроились перед зданием и молча, постояв несколько минут, разошлись. Таким образом, они выразили протест против решения суда отпустить стрелка, который ранил полицейского. В полиции говорят, акция была спонтанной. Все участники были не на дежурстве и без оружия. Напомню, 15 февраля возле Соломинского суда в Киеве, где избирали меру пресечения Геннадию Труханову, произошла потасовка между националистами и правоохранителями. Один полицейский получил пулевое ранение. Протестовали сегодня и студенты столичного университета имени Богомольца. Им внезапно отменили ключевой экзамен. В Минздраве обвинили в срыве теста ректора Екатерину Амосову и отстранили ее от работы. А сама Амосова заявляет о коррупционных схемах в ведомстве Уляны Супрун. Подробности в нашем материале. Студенты третьего курса упорно готовились к экзамену. Нервничали, не спали ночами. Но в ключевой день их просто на него не пустили. Университет имени Богомольца не подписал договор с центром тестирования при Минздраве. Из-за этого третьекурсники лишились возможности сдать обязательный лицензионный экзамен, который называется «Шаг». Без него студенты не смогут продолжить обучение. Мы штудировали учебники, проходили тесты предыдущих годов. То есть каждый студент уделил этому очень много времени. И сейчас, когда непонятно, на когда нам готовятся и к чему нам готовятся, конечно, всем очень страшно. Возмущенные студенты вышли на мидинг с требованием обеспечить им сдачу экзамена. Но вскоре в Минздраве сообщили, тесты не состоялись из-за ректора университета Екатерины Амосовой. Ее отстранили от должности. Лицензийный интегрованный испыт КРОК на сегодня есть не единственным инструментом контроля качества медической обучения. Из всех медицинских университетов только Национальный медицинский университет не обеспечил проведение испыт УКРОК у стоматологов. Мы отстранили от выполнения обязательств ректора Екатерины Амосовой и создали комиссию с проверкой деятельности университета и центра тестирования. А вот сама Амосова утверждает, сделала все, чтобы экзамен состоялся. По закону университет должен был объявить тендер на его организацию. Но в Минздраве потребовали, чтобы ВУЗ напрямую без конкурса заключил договор с центром тестирования при министерстве и перечислить ему почти полтора миллиона гривен. Нас примушуют, чтобы не втратить свою посаду, а ректори этого боятся, взагалі якось вирішувати це питання поззаконним шляхом. Я не вирішувала нічого и не буду. Я особисто, мы будем заручниками. В примусі мене за підтримкою заступника міністра Лінчевського, про що у мене є відповідний лист від нього, порушити закон і ухліться від системи Прозоро, яка є, на мій погляд, одним із завоювань революції гідності. По словам Амосовой, раніше тестування було безплатним. Но в этом году университет винудили розірвати предыдущее соглашення з Центром і підписати новий контракт без тендера. Адвокат Амосовой считає, що Мінздрав таким образом грубо нарушає закон і намерен оспаривати рішення міністерства в суді. Все дуже просто. Згідно Конституції, ніхто не зобов'язаний виконувати незаконних наказів. Катерина Миколаївна в письмовій формі вже майже рік отримує письмові вказівки порушувати закон. А саме розпоряджатися бюджетними коштами поза тендерними процедурами. Як би там не було, а заложниками конфликта между вузом і міністерством стали студенти. Мінздрав вже назначив исполняючого об'язанності ректора Михаила Захараша, але студенти не пустили його на робочее місце. Наталія Шумакова, подробності, телеканал «Интер». Очередна смерть від кори. В Одеській області умер п'ятимесячний дитина. Як сообщили в Минздраві, у нього не було прививки. По плану її должны були робити тільки в 12 місяців. Уже известно, що смерть наступила із-за осложнений від кори. І буквально на дніх умер ще один младенец. Практично сразу після рождения. Врачи установили, що це було внутріутробне зараження. Рані корю переболела мать. Таким образом, в Одеській області с начала року умерли вже 5 чоловік. Більшість з них – діти. В общем, по Україні на прошлій неделе інфекцію подхватили 827 чоловік. Тотальне бездорож'я в Смеле. Черкасська область. Проехать через этот райцентр на автомобилі – миссія практически невыполнима. Ведь отремонтированная трасса заканчивается ровно на в'езде в город. Почему дальше сплошные ухабы и когда же дороги вернутся? В Смелу выяснил Станислав Кухарчук. Едва сошел снег, дорожники взялись за работу. Так латают ямы на участке трассы Черкасы Смела. Но при в'езде в райцентр ремонт заканчивается. За табличкой Смела – сплошная яма. Через Смелу проходят как минимум две автомобильные трассы государственного значения. Но проехать через райцентр с ветерком вряд ли удастся. Так выглядит въезд в направлении Умани. Сергей, не сдерживая эмоций, рассказывает, как утром из-за ям потерял колесо на прицепе. Переломало, вырвало полностью с всей внутренности. То есть по таким... Вообще по таким дорогам нереально ездить. Если с этим ничего не делать, то вот этой штукой надо бить наших депутатов по голове. Ямы заканчиваются как раз на границе райцентра. Ремонтировать аварийный участок обязан город. Но узнать, почему трасса до сих пор в плачевном состоянии, нам так и не удалось. И в мэрии, в управлении ЖКХ все руководство занято другими проблемами. Винно ли корня нам о заступных черкасах на Новчане? Эта ремонтная техника принадлежит Смелянскому дорожно-эксплуатационному участку областного автодора. Она могла бы с легкостью справиться с текущим ремонтом проблемной дороги. Но руководитель объясняет, не имеют права. Ведь за ремонт дорог местного и общего значения теперь отвечает недавно созданное областное управление транспорта. С 1 января она приняла на баланс более 4 тысяч километров дорог. Но капитально отремонтировать смогут лишь 150 километров, уверяет начальник. Сумма должна быть как минимум про 6-8 миллиардов гривен. Если говорить о том, что они будут отремонтированы в этом году, то нет, такого не будет. Потому что сумма 391 миллион, которая выделена в дорожный фонд, в государственный фонд на Черкасскую область, это не та сумма. Но все же в конце беседы чиновники пообещали отремонтировать Смелянский участок трассы уже в этом году. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканала Интер. Черкасская область. Во Львове депутаты подрались с коммунальщиками. Все произошло на территории одного из предприятий. И, как утверждают депутаты, из-за политических игр мэра Львова Андрея Садового. Как все было, разбиралась Галина Якушко. На коммунальном автотранспортном предприятии собрания водителей пришли местные депутаты. Вот только в зал попасть проблема. На территорию АТП их пускают не сразу, не на камеру водителей маршруток, жалуются, не выдают зарплату. Но открыто об этом говорить не хотят. Нам зарплату выдают. Собрание фикция. Уверены, местные депутаты его созвали специально перед сессией Горсовета, чтобы попросить очередную сумму дотаций для коммунального АТП. О том, что денег не хватает и нужны дополнительные суммы, говорит и сам мэр Садовый. Моя влада Львова станом на сегодня приняла решение властными усилиями забезпечить 90 тысяч львовских пенсионеров целью пильгою в межах коммунального транспорта. В рік место это коштует 180 миллионов гривен. На пильги, а также на закупивание нового транспорта нужны деньги. Только в прошлом году на коммунальное АТП ушло около 50 миллионов бюджетных гривен плюс доходы от незаконных схем, говорят депутаты. В кассу водители якобы сдают только 3 тысячи гривен, остальное исчезает в неизвестном направлении. Руководство АТП оправдывается. О незаконных схемах ничего не знают. Зарабатывать на себя никак не получается, а выделяемых денег слишком мало. Выходом из ситуации может быть создание системы электронного учета пассажиров или попросту введение электронного билета. Но пока это никому не выгодно, ведь тогда легко можно будет подсчитать затраты АТП. И выделение дотаций, о которых просят предприятия, и постоянно, говорит мэр, станет невозможным. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интерльвов. О зарплатах учителей говорил сегодня лидер радикальной партии Олег Ляшко. В Харькове он посетил гимназию номер один. Ремонта там не было 60 лет, и вот, наконец, в прошлом году было выделено полтора миллиона гривен. В школе обновили актовый зал и утеплили классы. Сейчас строители переходят к ремонту фасада. По словам нардепа, государство должно тратить на образование больше денег, а одна из главных задач увеличить зарплаты педагогам. Первый с конца. В США опубликовали рейтинг американских президентов за всю историю страны. Кто его возглавил и почему Дональд Трамп, который в этом опросе впервые, оказался так низко? Знает Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. Выставить каждому из американских президентов оценку от нуля до 100 баллов. Хьюстонский университет попросил ученых из Академии политических наук США. Необходимо было учесть заслуги перед страной, личные качества, реформы и политическое наследие. В итоге результат даже самих составителей рейтинга удивил. На первом месте 95 баллов из 100 16-й президент Америки Аврам Линкольн. Политик, который лично руководил армией во время войны Севера и Юга. Человек, по сути, отменивший рабство. Первый президент, которого убили. Самый популярный и любимый глава государства среди американцев. Далее в рейтинге это тоже неудивительно. Джош Вашингтон. Первый президент Америки и, между прочим, единственный политик в истории страны, который на выборах получил 100% голосов. Рейтинг продолжают оба Рузвельта Джефферсон, Труман и Айзенхауэр. Эти первые семь позиций президентского авторитетного рейтинга не меняются все годы, сколько проводится опрос экспертов. Ну а начиная с восьмой позиции как раз сплошные сюрпризы. На восьмом месте неожиданно оказался Барак Обама. Первому в истории афроамериканцу, возглавившему Белый дом, дали 71 балл из 100. Да, он сразу на 10 позиций поднялся. Дескать, все познается в сравнении. И если в последние годы его президентства накопились усталость и разочарование, то со временем работу Обамы оценивают по-другому. Но самая большая неожиданность, как Дональда Трампа оценили, а он впервые в этом списке. Действующий президент оказался последним всего 12 баллов из 100. А это значит, многие ученые ему не просто низкие оценки, а вообще ноль ставили. При этом Трамп поступил даже тем президентам, о которых в американской истории принято вспоминать исключительно негативно. Ну вот, спросите любого школьника. Он вам скажет, на уроках говорят, что худшим главой государства в истории был 15-й президент, президент Бьюкеннон, при котором страна начала разваливаться. Еще вспомнят Гаррисона, который на президентском посту вообще ничего не сделал, потому что в день своей инаугурации легко оделся, простудился, тяжело заболел и вскоре умер. Но американские эксперты, составляя президентский рейтинг, поставили Трампа ниже даже этих персонажей, о которых в каждом учебнике написано. К моменту эфира сам Трамп на это никак еще не отреагировал, даже твит не написал. Возможно, чуть позже заявит, что рейтинг не объективен. И в какой-то степени это действительно так. Скорее всего, политологи пошли на демонстративный шаг, чтобы показать и Америке, и президенту, как много у него противников. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. В прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин